Приветствую вас. Я бы сказал, что, конечно, ключевая проблема заключается в принятии на свой счет вами того, что говорил мужчина о девушках легкого, соответственно, поведения. Я не знаю, естественно, что конкретно, из-за чего и по какой причине вы приняли на свой счет, но то, что вы приняли на свой счет, это очевидно. То есть, совершенно очевидно, что вы на свой счет приняли. И тут очень важно как раз таки понять, почему вы приняли на свой счет то, что он говорил. Возможно, вы подумали, что он может, например, так же сказать и о вас. Возможно, вы подумали, что он так же может думать и о вас, ведь он с вами тоже спал, я так понимаю. Вот. Возможно, вы решили, что и вы для него так же являетесь, словно, девушкой легкого поведения. Вот. То есть, тут, конечно, вот с этими моментами, да, нужно разбираться, безусловно, потому что что-то вас задевает. Вот. Что-то вас задевает, что-то вас задевает, ну, достаточно сильно, вот, сильно настолько, настолько, что... Ну, сильно настолько, что вы прям на это реагируете, вот, вплоть до навязчивых, ну, до каких-то вот таких навязчивых мыслей, которые, которые вам тяжело принимать, да, которые вам тяжело переживать и так далее, соответственно. Вот. То есть, это такой момент, момент ключевой. То есть, навязчивая мысль, навязчивая мысль здесь, это вот история о том, как вы травмировались, как вы ни много ни мало получили стресс в результате вот того, что мужчина... в том числе и грая... ...святая мысль, это. Ну, себя не осознаем. Ну, мысль теперь, да, мысль, мысль не обсужем. Так, здесь мысль, ну, мысль, мысль не обсужаем. Ну, в отношении вас, вот, вот, в принципе, такой можно вам дать ответ на ваш вопрос. Я понимаю, что этого это немного, вот, но тем не менее. Значит, дальше, вы пишите, помогите, прошу помочь избавиться от навязчивых, значит, мыслей своих и, значит, принимать чужое мнение, принимать чужие мнения. Значит, момент здесь какой? Смотрите, вот, чужое мнение, да, оно ведь к вам отношения никакого не имеет, но почему-то вас оно задевает. Надо отделить, чем оно задевает вас конкретно и чем оно вызывает дисгармонию и, собственно, что-то человек имеет право на свою позицию, любую, да, человек имеет право выражать своё мнение, да, свою позицию, вот, и, соответственно, всё. Что касается навязчивых мыслей, то от них, я бы сказал, избавляться не стоит, потому что они свидетельствуют о ряде ваших потребностей, они свидетельствуют о том, что вам хочется, они свидетельствуют о том, что вам нужно, они свидетельствуют о том, что вам важно, что вам ценно, вот. Но обо всем этом они свидетельства, ну, ваши навязчивые мысли, вот, поэтому избавляться от них не стоит, избавляться от них ни в коем случае не нужно, вот, а наоборот, наоборот, навязчивые мысли можно и нужно раскрывать, чтобы понимать, что за ними стоит. Таким образом, еще одной вашей проблемой мне видится то, что вы пытаетесь, значит, подавлять, знаете, что это вы пытаетесь подавлять? Вот. Это такой момент. Дальше, значит, меня очень раздражает, если я встречаюсь с парнем и узнаю, что у просто у него был секс за деньги. Что конкретно раздражает? Раздражает определенная склонность мужчин к этому, и что-то характера такая, или что-то еще. Такое появилось год назад, после одного бывшего парня, который спал с проститутками, но называются о них, как о нишек и грязных людях. Я не совсем поняла, как можно заниматься сексом с такими плохими людьми и осуществлять себя хорошими. Какое это отношение всеми к вам? Вот, к вам это какое отношение имеет? Я была просто в бешенстве, но этого не показало. Почему? После этого меня стали задевать все темы о неравенстве в полно, как в полнофе, особенно в интимном плане. Чем именно? В голове как раздражил какой-то монолог с плохим ремарком, и я понимаю, что это не нормально, что именно к сексе я отношусь положительно не ревнивая. Но именно в акт проститута, как они их называются, мне легко раздражают. Но в этом вы видите ущерб для себя какой-то. В этом направлении вам нужно подумать, как лично вас задевает то, что говорит мужчина. Ну, лично вас, как это задевает, лично вас как задевает. Мне кажется, что именно в этом направлении и кроется ваша беда и ваши проблемы. Они, конечно же, там, ну, потому что вам будет сложно, если вы не разберетесь в том, что у вас задевает. Вот так вы разберетесь при индивидуальной работе с психологом. Это в этом вопрос для себя. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Это внизу? Продолжение следует...